Здравствуйте! Это новости Дагестана в студии Джамиля Шарипова. И вот главная тема сегодня. 35 лет со дня крупнейшей в истории человечества техногенной катастрофы. Махачкале почтили память погибших в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Ежедневно 4 рейса от Махачкалы до аэропорта и наоборот. Общественный транспорт снова будет возить жителей республики. Реабилитация возможности перспективы. В санатории Каспии прошел съезд инвалидов по зрению. В Махачкале почтили память жертв аварии на Чернобыльской АЭС. В этом году исполняется ровно 35 лет с момента крупнейшей техногенной катастрофы в истории человечества. Тогда, в 1986 году, около 2500 человек из Дагестана были направлены на устранение посредствий. Многих из них уже нет в живых. Подробности у Патимат Ханаповой. Этот день навсегда останется в сердцах людей, как память о погибших в радиационной катастрофе, как день благодарности людям, самоотверженно вставшим на защиту от ядерной опасности. Дагестан в те тяжелые дни не остался в стороне. Около 2500 человек были направлены на устранение последствий. Более 500 из них уже ушли в мир иной. Их память почтили накануне у мемориала ликвидатором аварии на ЧАЭС. Я считаю и уверен, каждый чернобылец заслуживает геройства, заслуживает уважения, любви, отношения всего нашего народа. Государство и республика должны возвести вас в ранг наравне участниками Великой Честной. Память жертв радиационных аварий и катастроф почтили минутой молчания. Собравшиеся возложили цветы к мемориалу, который в преддверии 35-й годовщины этой трагической даты полностью отреставрировали. Ценой своего здоровья, а зачастую и жизни, можно сказать, прикрыть весь остальной мир. Сегодня мы говорим им всем спасибо. Вечная память погибшим и наш глубокий поклон к жилым специалистам-ликвидаторам. Мероприятие продолжилось в Республиканском доме дружбы, где прошло торжественное собрание. Здесь же наградили и ликвидаторов аварии. Батимат Ханапов, Мурат Бигбарзов, Новости ННТ, Махачкала. Около 2 миллионов не выплатили воспитателям школы-интерната в Дагестане. Об этом сообщает Следственный комитет республики. По данному факту возбуждено уголовное дело. Как стало известно, следствие с 1 января по 31 марта текущего года руководство специальной общеобразовательной школы-интерната не выплачивало стимулирующие выплаты 82-м воспитателям учреждения. Их общая сумма составляет 1 миллион 968 тысяч рублей. Следствием будут приняты меры по возмещению материального ущерба, причиненного потерпевшим. Расследование уголовного дела продолжается. Из Махачкалы в аэропорт Уйташ и назад в город снова можно добраться на общественном транспорте. Остановка находится на проспекте Расула Гамзатова, 119, у кассы аэрофлота. Стоимость проезда 100 рублей. На линии с утра работают два комфортабельных 18-местных микроавтобуса «Форд Транзит». Ежедневно каждый из них делает по 4 рейса. Маршрут открыт с марта текущего года из-за частых запросов жителей столицы. В аэропорту нам выделили полосу отдельную, прямо напротив багажного отделения, где высадка идут самолетов. Утренние рейсы начинаются у нас. Первый рейс идет 9-20, второй рейс идет 10-10-10. Остальные рейсы, каждая машина выполняет 4 рейса. Итого выходит 8 рейсов в день. Но обратный рейс, приблизительно могу сказать, так как иногда там задерживаются самолеты, по посадке самолетов. Но до вечера они однозначно ездят в машине. К слову, в Минтрансе республики считают, что нововведение положительно скажется на развитие туризма в регионе. Завтра, 28 апреля, глава Дагестана Сергей Меликов в прямом эфире ответит на вопросы дагестанцев. Прямая линия будет транслироваться на каналах РГВК Дагестан и ГТРК Дагестан. Сергей Меликов ответит на вопросы жителей республики. Вопросы принимаются на сайте вопросmelikovu.ru. Сегодня мои коллеги поинтересовались у жителей республики, что их беспокоит на сегодняшний день, и какой бы вопрос они задали руководителю региона. Меня беспокоят больше всего дороги. Вот у нас в сторону Кизляра мы едем, вот постоянно едем, и дороги такие, как сказать, ну волнистые такие. Уже надоело, постоянно проезжаем. А так все нормально вроде, в принципе. Ничего не беспокоит. Нормально все, как по закону живем. Самое главное, чтобы подняли зарплату. И такие дорогие вещи на рынке, а у нас мизерная зарплата. Зарплаты очень низкие, да. В Дагестане, я думаю, ниже, чем в других регионах. Конечно, хотелось бы спросить, когда наведут порядок правоохранительных органов. Потому что есть очень много проблем с этим. Прихожане Свято-Успенского кафедрального собора Махачкалы прошли вакцинацию от коронавируса. Как отметила Минздравия Республики, предварительная регистрация на получение вакцины не требуется. Напомним, что одновременно с этим в Махачкале можно сделать прививку возле Джума-мечети. Каждую пятницу мобильная бригада дежурит возле главной мусульманской святыни Дагестана. Реабилитация возможностей перспективы. Под таким названием стартовал съезд инвалидов по зрению в санатории Каспий. В мероприятии приняли участие представители Всероссийского общества слепых со всей республики, а также специалисты и эксперты из других регионов России. Подробности в сюжете Алина Багилова. Возможности элементарной реабилитации незрячих, получение профессионального образования и трудоустройства – это основные проблемы, которые обсуждали на съезде. Участниками форума стали около 120 человек. Безусловно, такие мероприятия важны. Они дают возможность инвалидам по зрению собираться, общаться, повышать свои интеллектуальные способности, делиться опытом. Собрать инвалидов по зрению со всей страны стало возможным благодаря президентскому гранту. Около 2 миллионов рублей получило общество слепых еще в прошлом году. Они будут потрачены на реабилитацию незрячих и оснащение необходимым оборудованием центра возможностей. У нас вопросы как раз, мы сейчас поднимаем вопросы о комплексной реабилитации. А что имеется в виду? Это элементарно-бытовая реабилитация, медицинская реабилитация, средствами спорта и туризма реабилитация, социально-трудовая, социально-психологическая. Это весь полностью комплекс, который мы будем рассказывать. По словам представителя ВОЗ, много лет общество было одним из самых авторитетных и влиятельных общественных объединений инвалидов России. Оно сыграло огромную роль в защите права интересов незрячих. Однако сейчас общественное объединение нуждается в господдержке и финансах, чтобы улучшить жизнь и реабилитацию нуждающихся. Алина Багилова, Магомед Магомедов и Мурат Бекпарзов. Телеканал ННТ «Избербаш». А в Минспорта чествовали победители соревнований среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. С начала года дагестанские спортсмены-инвалиды завоевали на чемпионатах, первенствах, Кубках России более ста медалей. Это спортсмены региональных отделений Федерации спорта слепых, глухих, лиц с поражением опорно-двигательным аппаратом и интеллектуальными нарушениями. Министр спорта Сажид Сажидов поздравил всех спортсменов, а также выслушал проблемы и пожелания инвалидов, касающиеся организации учебно-тренировочного процесса, командирования на соревнования разного уровня, премирования, получения стипендий. 11 медалей различного достоинства завоевали дагестанские тяжелоатлеты на чемпионате СКФО, прошедшем в городе Тернаус, Кабардино-Балкария. В мужской части соревнований свой уровень подтвердил Исмаил Гаджибеков. Действующий обладатель Кубка России выиграл золотую медаль, весят до 55 килограммов. В сумме двоеборья он набрал 225 килограммов. Также первыми в категории среди женщин стали Мадзина Баймурадова и Саида Мирзабекова. Помимо этого, в копилке сборной Дагестана есть 4 серебряные и 4 бронзовые награды, которые позволили команде стать второй в общем зачете. Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Всего доброго и до свидания.